Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Он решил в одиночку повторить сцену из всем известного фильма, но был пойман с поличным на месте преступления. Светлогорский задержан мужчина, который пытался похитить из частного гаража чугунные батареи. Словно картину из фильма «Джентльмены удачи», в которой герои фильма выносят чугунные батареи со склада, наблюдала вчера днём на улице советской жительницы Светлогорска. Мужчина выносил из гаража соседа чугунные радиаторы. Знакомая владельца дома пришла к нему, чтобы покормить собаку, и в этот момент застала злоумышленника за совершение преступления. А тот, в свою очередь, проник в этот дом, используя штатный ключ, так как потребился выполнять там ремонт. Прибывший наряд милиции задержал подозреваемого в краже жителя Светлогорска 1973 года рождения. Следственным комитетом по данному факту возбуждено уголовное дело. На территории Гомельской области за прошедшие сутки было зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек получил телесные повреждения. В Гомеле 28-летний водитель, двигаясь задним ходом на автомобиле ГАЗ-3302 по проезжей части улицы Бориса Царикова к площадке выгрузки товара, совершил наезд на 82-летнего пешехода, который переходил проезжую часть. В результате наезда 82-летний пешеход получил телесное повреждение, с которым был госпитализирован в нейрохирургическое отделение Гомельской областной клинической больницы. За пять месяцев текущего года на территории Гомельской области произошло 8 ДТП по вине водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. 10 человек получили телесные повреждения. К административной ответственности привлечено 1297 нетрезвых водителей. С 15 по 19 июня госпитализация Гомельской области проводит профилактическое мероприятие под условным названием «Пьяному не место за рулем», которое направлено на выявление фактов управления гражданами в нетрезвом состоянии транспортом, а также на профилактику даже транспортных происшествий, совершенных по вине нетрезвых водителей. Последний громкий случай задержания произошел буквально на днях. 13 июня около 10 вечера на улице Солнечной городского поселка Чонки Гомельского района произошло ДТП. Сотрудниками ГАИ было установлено, что аварию совершила 32-летняя женщина-водитель с признаками алкогольного опьянения, управлявшая автомобилем БМВ. От прохождения медицинского освидетельствования леди отказалась. Со слов второго участника ДТП, женщина-водитель двигалась во встречном направлении прямо на его автомобиль. Чтобы избежать столкновения, мужчина принял вправо и остановился. В этот момент и произошло столкновение. При этом женщина перевозила двоих несовершеннолетних детей, которые находились в детских удерживающих устройствах. На женщину было составлено 4 административных протокола, а автомобиль помещен на штрафстоянку. На этом история горя водителя не закончилась. Спустя некоторое время на Реческом проспекте она была задержана повторно, но уже на автомобиле Ниссан. На неугомонную нарушительницу было составлено еще два протокола, и второй автомобиль также помещен на штрафстоянку. Такой взор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова